Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTofGames, и это ролики нового формата на канале. Как часто они будут выходить, зависит от того, как они вам понравятся. Очень часто я слышу от вас вопросы по поводу того, куда пропал тот или иной ютубер, связанный с миром The Isle и прочих игр. Или вы хотели узнать что-то новое, интересную, личную информацию о держателе серверов и известных ютуберах мира Ислы. В данных роликах мы будем брать интервью у них, где они ответят на вопросы, которые терзают ваше сознание. Ну, а сегодня у нас в гостях небезызвестный ютубер Портал Икс. Собственно, я знаю, что на канале огромное количество любителей космоса. Игр Space Engine Universe Sandbox 2. У нас даже когда-то была с ним коллаборация некая. Я знаю, что Портал Икс снимает достаточно качественные ролики, связанные со Space Engine Universe Sandbox 2. Давайте сегодня возьмем у него интервью. Все ссылочки на его канал будут обязательно в описании. Первый вопрос, который мне хочется тебе задать, Портал. Твой канал посвящен полностью космической тематике. У тебя огромнейшее количество подписчиков. Расскажи, как ты пришел в мир ютуба и почему ты связал свой канал с космосом? Привет, Скай. И привет всем любителям космоса. Меня зовут Виталий. Ну, я всем более известный как Портал Икс. Занимаюсь ютуб-каналом на космическую тематику. Как я пришел на ютуб? Смотрите, была интересная ситуация. Когда у меня появился смартфон, я начал больше смотреть ютуб с приложения ютуб. Как бы раньше я редко смотрел ютуб, но с появления смартфона ставил куда более смотреть. Ну и тут я попал на одного замечательного ютубера под названием Galaxy NS. Он снимал эксперименты в Universe Inbox и путешествия Space Engine. Я влюбился в эту тематику и я понял, что мне очень нравятся подобные видео. Я много видео его посмотрел. Я подумал, что нужно будет и мне заняться этим же, что и он. Ну и спустя время я так и начал свой ютуб-канал. Почему именно космос? Потому что мне лично эта тематика очень по душе. Поэтому я выбрал эту тематику и вот так вот все начал. Насколько я понимаю, в реалиях нынешнего мира в настоящем времени космос не так стал интересен людям. Даже не касаясь мира игр. Как ты думаешь, почему так происходит? Знаешь, почему космос стал всех интересовать? Как бы куда ни посмотри, нас везде окружает космос. Вот лично мое мнение, вот мы на нашей планете Земля. Куда ни посмотри, это все космос. И много ученых обращает свой взгляд вверх, в космос, потому что там реально много всего, чего неизвестного, неоткрытого, неисследованного. Поэтому как бы нужно там все разузнавать, как встроена Вселенная и все прочее. Больше мы будем знать о космосе, больше мы сможем всего делать на Земле. Ну я так думаю. Как бы тематика, да, она не всем интересна, тематика космоса. Но очень много людей интересуется космосом. Вот много каналов-миллионников есть за счет этой темы. И как бы это хорошо, что люди интересуются. Как бы космос это все, что нас окружает. Ну вот даже выйди на улицу и когда видишь, как светит Луна, ну это же просто невероятно прекрасно. Как можно этим не увлекаться? Ну лично я очень увлекаюсь космосом. Я смотрел много передач по космосу. И думаю, тем зрителям, которым тоже нравится подобная тематика, они смотрели по телевизору космические передачи. И благодаря этому влюбились в эту тему. Ну и наше будущее зависит от того, как мы быстрее сможем делать новые открытия в космосе. Потому что эта тематика реально самая, наверное, важная. Хотя может я не прав. Ну в общем как-то так вот. Портал, в самом начале наш разговор зашел о Саше Galaxy Inc. Я знаю, что ты учился у него. Что ты думаешь о нем? Не прям так, что я учился у него в Galaxy NS, то есть Саше, да? Я просто взял с его канала его идею, вот внедрив на свой канал. Просто мне реально его канал очень зашел. И я взял просто его идею для того, чтобы внедрить на свой YouTube канал. Как бы все благодаря ему, благодаря его идее, я и сам начал подобную тематику. Так что одно скажу, спасибо тебе большое за то, что вдохновил меня заняться своим YouTube каналом с твоей тематикой. Спасибо тебе большое. Ну а по поводу того, что я о нем думаю, был очень хороший ютубер. Очень жаль, что он пропал. Я бы с ним с радостью сделал коллаборацию канала, если бы, конечно, он был здесь еще на YouTube. Но, к сожалению, его не стало. Очень жалко. Но надеюсь, он когда-то вернется на YouTube. Хотя, не знаю, жизнь непредсказуема. Что нас ждет дальше, непонятно. Но спасибо ему огромное за то, что вдохновил меня. Это был очень хороший ютубер по этой тематике космоса. А что ты думаешь о причине его ухода? Ну, причины могут быть разные. Но, скорее всего, у человека просто что-то плохое случилось в жизни, поэтому он вынужденно ушел с YouTube. Всякое в жизни бывает, никто не застрахован от непредсказуемых ситуаций. Да, очень жаль, что с таким хорошим ютубером по космической теме такое случилось, и он как бы ушел. Но будем надеяться, что он когда-то вернется. Как говорится, Земля круглая, все может вернуться на круги свое. Будем надеяться, что такой замечательный ютубер по космосу, который меня вдохновил, вернется, и мы с ним сделаем коллаборацию с каналом. Да. Что там и все о космосе? А расскажи о своих увлечениях в реальной жизни. Ну, кроме того, что уже все знают, что я увлекаюсь ютубом и как бы работаю за компьютером, в реальной жизни я люблю просто где-то выйти на природу, отдохнуть. Это мне очень нравится. Я просто люблю нашу планету Земля и ее природу. Мне это очень по душе. Ну, а так, в принципе, домашние дела, уход за участком, все такое. Тут как бы это нельзя назвать увлечением. Но все же, вот много времени на это у меня уходит как бы. А так я люблю выбраться где-то на природу и чисто отдохнуть. У тебя есть телескоп? Наблюдал ли ты в реальной жизни даже без него что-нибудь? Опиши. К сожалению, телескопа у меня нет. Но есть бинокль. Правда, он не очень увеличивает. Такой средненький. Может, даже чуть ниже среднего, если его так охарактеризовать. Но я пытался, помню, через бинокль посмотреть на Венеру. Увидеть, возможно, какую-то фазу Венеры через бинокль. Ну, увы, все было засвечено. Не было понятно, какая там фаза Венеры. Но была такая история. Зная вот кометы пролетали, думал, увижу комету. Но, к сожалению, не удавалось мне увидеть комету. Вот в это время как раз возле ЗМИ есть какая-то комета. Она в эти дни близко возле нашей планеты. И вроде бы говорилось, что утром можно видеть возле Венеры недалеко. Пока вот время не прошло, нужно будет как-то встать утром и посмотреть. Возможно, наконец-то уже увижу эту комету. И еще там писалось, что через бинокль можно будет ее разглядеть. Ну, а так, к сожалению, телескопа у меня нет. Но я бы не против его приобрести. Хотя нужно достаточно дорогой телескоп покупать, чтобы вообще что-то нормально увидеть. Более-менее качественно, да? Если бы у тебя был один билет на любое космическое путешествие в любой район Вселенной, куда бы ты отправился и почему? Интересный и одновременно очень сложный вопрос. Мест в космосе красивых прям очень полно. И возле туманности неплохо было бы посмотреть виды, да? Сесть на какую-то планету, где, возможно, даже и жизнь есть. И просто посмотреть, как выглядят туманности в ночном небе конкретной планеты. Или же, наверное, мне больше интересно было бы полететь на живой спутник, на спутник с жизнью у газового гиганта. На котором есть не только этот живой спутник, а еще соседние спутники. И посмотреть невероятные виды на газовые гиганты и его спутники. Это было бы вообще фантастическо. А если бы там еще и туманность была на фоне, это бы вообще просто идеально. Ну да, в космосе полно еще красивых мест. Можно было бы и на край Вселенной полететь, хотя это невозможно. Да, Вселенная же расширяется или уже не расширяется. Но в общем, теории там ходят, короче, всякие. Я бы хотел бы посетить инопланетный мир живой, посмотреть как там что. Только живой мир без враждебных существ. Как ты думаешь, Портал, Space Engine это лучший симулятор космоса и Вселенной? И почему? Планетарий Space Engine это реально лучший планетарий в своей жизни, который я видел. Просто аналогов его нет. Но вот я не встречал ни одного планетария, который бы был лучше, чем Space Engine. Хочу даже и Space Engine не доработан, все равно аналогов ему сейчас нет. Но представьте, какой Space Engine будет, когда на нем появятся деревья, кусты, больше растительности на живых планетах, 3D-облока или полноценная 3D-вода. Это же будет вообще просто имба. Просто изи-приложение, от которого оторвать глаз будет невозможно. Надеюсь, в будущем это будет внедрено в этой замечательной программе. Портал, что еще в будущем ждать на твоем канале? Есть ли какие-то секретные задумки? Дай знать своим подписчикам. Пока что на моем канале выходят видеоролики по двум программам. Это Universe Inbox и Space Engine. Как бы я 50% уделяю одной теме, 50% другой теме. То есть путешествия, эксперименты. Все ровно по повалу у меня выходит, чтобы и тем, и тем зрителям угодить. Потому что не всем нравится Universe Inbox и не всем нравится Space Engine. Как бы у меня вот так вот сейчас. По поводу секретных задумок. Ну, в данный момент по космосу лучших приложений и нет. Вот в плане этой тематики. Но если вдруг что-то новое появится. Допустим, аналог Universe Inbox или аналог Space Engine не хуже них. То я обязательно буду добавлять эти программы на свой канал. В плане записи видео и стримов. И я познакомился недавно на твоем канале с новой игрой под названием Starship Simulator. В принципе, задумка неплохая летать на корабле к планете планете. Но там еще игра сырая, как я видел. На планету приземлиться нормально нельзя. Можно было бы ее добавить на свой канал. У меня есть мысли за счет ее. Но нужно подождать, когда ее доработает. Чтобы было что-то поинтереснее показать зрителям. А не просто перелеты с одной точки в другую. Ну так, в принципе, там графика неплохая. Если ее нормально сделают. Хотя бы, чтобы можно было приземлиться на планеты. То почему бы и нет и не добавить ее на свой канал. Вопрос, который мучает меня постоянно. Я задам его тебе. Как ты думаешь, портал человечества когда-нибудь колонизирует Марс? Я в этом 100% уверен. Есть только один вопрос, когда все это произойдет. Вот даже человечество пока не может туда полететь. Но если первые перелеты на Марс окажутся удачным. То все может произойти куда более быстро. Но если что-то пойдет не так. То думаю, что человечество может отложить колонизацию Марса. Хотя, как бы, колонизация Марса предусматривает терраформик этой планеты. На который уйдет очень много времени. И сил и затрат. Как бы, человечество так сразу его не сможет колонизировать в любом случае. Но так, первый полет я, конечно, жду. Вот Иван Маск или НАСА. Кто-то из них там. Или из Европы. Кто-то там первый полетит. Он, конечно, войдет в историю. Я бы смотрел бы, если это было бы в прямой трансляции. Допустим, их полет. Или приземление на планету. Это было бы очень круто. Но уверен 100% что со временем. Человечество в любом случае колонизирует эту красную планету под названием Марс. Как бы, человечество и должно ее колонизировать в любом случае. Потому что, мало ли, что может случиться с нашей планетой. Так как мы относимся к нашей планете не очень хорошо. Вырубываем леса и прочие плохие вещи делаем. Я думаю, со временем неизбежно переселение человечества на другую планету с нашей Земли. Ну, как бы, вот пока что это мое мнение такое. Ну, а всем любителям космоса и не только космоса на канале SkyTopGames и на моем канале PortalX хочу пожелать красивого звездного неба, новых открытий. Ну, и от себя добавлю, что я буду продолжать записывать интересные, захватывающие видео на тему космоса по путешествиях и экспериментах во Вселенной. И хочу продолжать вас радовать своими видеороликами. Спасибо огромное, что досмотрели это мое интервью до самого конца. Всем вам удачи, здоровья мира и всем пока, друзья. До следующих экспериментов и путешествий во Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok